Привет, меня зовут Даша, и сегодня я вместе с другими бук-влогерами буду снимать такой тег «Семь грехов», который я посмотрела у Александры, ссылку на её канал, как и на прочие каналы, которые сделают тот же «Так» и оставлю всё под видео. И так называется «Семь смертных грехов» в плане книг. Итак, первый грех. Жадность. Какая ваша самая дорогая и самая дешёвая книга? Самая дорогая книга в моей коллекции – это вот такая книга «Гиптология» от издательства Махао. С учётом того, что здесь 30 страниц, она стоила мне 800 рублей, но я ни капельки не жалею, что я её приобрела, потому что малочисленность страниц, она очень-очень содержательная и богатая внутренним оформлением. Я наугад открыла, но ты знаешь, я на эту книгу уже, я её показывала уже, эту книгу, так что я тебе оставлю ссылку, ты можешь пройти посмотреть подробнее. И самые дешёвые книги у меня – это книги Крапевина, которые я очень люблю и уважаю. Так, второй грех – это «Гнев». Какому автору вы испытываете одновременно любовь и ненависть? Вопрос для меня очень сложный, потому что ненависть я испытываю очень мало кому вообще в принципе, по идее, а уж к писателям, ну, ненависть слишком громкое слово, но я очень долго думала, потому что я не могу называть такого автора, которого я прям вот не любила бы. И единственное, что мне пришло на ум – это Александр Дюма. Я его очень люблю за его занимательные истории, которые замешаны на истории. Ну, в моих глазах он немножечко ступенькой ниже, чем мог бы быть, потому что он не совсем достоверен в своих книгах по поводу исторических фактов каких-либо. Поэтому я, пожалуй, и то с натяжкой я могу его к этому греху приобщить. Третий грех – обжорство. Какую книгу вы с удовольствием заново и заново причитываете? Детский сад, но это «Мальчик со шпагой крапивина». Четвертый грех – лень. Какую книгу вам помешала прочитать ваша лень? Диккенс. История моей жизни… А, история жизни Дэвида Копперфилда. Как-то так. Первый том я, честно, кое-кое как со скрипом удалила. Но вот нет, не смогла я себя осилить. Следующий грех – гордость. Какую книгу вы упоминаете, если хотите выглядеть интеллектуалом? Когда я хочу показаться интеллектуалкой, я называю Амар Хаяма. Очень люблю я Амар Хаяма. И только это всеми признанный очень мудрый человек. И я сама считаю его мудрым. И я и читала эту книгу. То есть это не просто, чтобы показаться интеллектуалкой, но когда мне нужно блеснуть, показать, что я не такая простая, как вы думаете. То я цитирую Амар Хаяму. Какие черты вы находите привлекательны в мужских или женских героях? Ну, так как здесь есть союз. И я полагаю, что я всё-таки девушка. Я должна рассуждать о мужчинах. Он должен быть добр, храбр, физически силён. Стремиться к справедливости. В идеале военный. Обожаю мужчин в форме. Я такой защитник. Это такая кирпичная стена. Я такой... Ну, при этом не самовлюблённый идиот. Да, меня настораживают красавчики. Поэтому я предпочитаю просто либо обаятельных мужчин, либо с чувством юмора. Если сравнивать с литературными персонажами, подходит Фан Долин куниновским. Но только ранее Фан Долин, когда он ещё не понял, что он красивый. Когда до него ещё не дошло, что он уникален. То есть... Высокая самооценка его немножко подпортила, я считаю. Вот именно ранее Фан Долин, вот такой Азазелевский Фан Долин. И ещё подходит клан-герой из моей любимой книги Джей Нэйр. Ну, я не девушку поцеловала, а книгу. Ладно, неважно. И последний грех – зависть. Какие книги вы бы хотели заполучить? Все книги, которые написал только Крапивин. Потому что их реально очень трудно читать. Я все интернет-магазины перешарила в поисках. И... Ничего. Да. Это были все мои грехи. Спасибо ещё раз видеоблогеру Александре за этот очень интересный тег. Я с тобой прощаюсь. Читай побольше. Пока.